друзья сегодня я покажу вам как из старого мотора сделать новый без ремонта и разборки как думаю многим известно поршневые кольца коксуются то есть на них копится отложения от масла и топлива это очень негативно сказывается на работе двигателя то есть снижается компрессия падает мощность увеличивается расход топлива и прочее прочее а еще на поршнях есть маслоотводящие каналы думаю многие видели такие отверстия в канавках маслосъемных колец так вот когда эти отверстия коксуются мотор начинает активно кушать масло и вот эта проблема она только растет потому что из-за того что масло плохо циркулирует в этой области она еще больше подгорает и в итоге в ситуации становится только хуже в среднем такая проблема наступает после 100000 пробега но бывает и раньше это зависит от многих факторов в итоге вы получаете состояние умотанного мотора при том что износ это практически нет решение конечно же есть вы можете периодически разбирать двигатель и полностью промывать поршни кольца маслоотводящие каналы и ну и полностью общую всю поршневую группу есть и другое решение в настоящее время существует достаточно много автохимии производители которых обещают нам полностью очистить и поршневую группу не разбирая двигатель то есть вам нужно всего лишь залить эту жидкости в цилиндры и она сделает все за вас так вот сегодня мы сделаем тесты вот этих и раскоксовок для более наглядного эксперимента я взял поршни с одинаковых моторов эти автомобили ездили на одном и том же топливе и на одном масле потому что все они с одной организации так вот видим какой здесь нагар он точно такой же как и в канавках у колец и сейчас мы попробуем его смыть различными автохимиями ну что ж первый тест будем проводить на холодную ремет у него достаточно такая цивильная коробочка вот сама жидкость и в комплекте как видите есть шприц со шлангом это очень удобно наливать думаю будем по 20 миллилитров должно хватить следующий love 202 у него коробочка достаточно большая потому что в комплекте есть еще и промывка масляной системы но она нам сейчас не нужна нас интересует только и раскоксовка также в комплекте видите есть шприц ну и что самое главное я думаю в комплекте есть наклеечка далее опять лавр но более новый мл-203 в магазине сказали что этот намного лучше старого ну вот и посмотрим в комплекте опять же есть шприц с трубкой бутылочка уже более цивильная с колечком как ни странно но и внутри она другая тут уже бесцветная жидкость следующий дешевенький спектрол цена у него около 100 рублей ну поэтому наверное в комплекте ничего нет всеми любимый керосин что им только люди не делают и руки моют и гайки крутят ну и раскоксовки конечно же делают вот сейчас мы его и проверим следующий гринол мы его уже тестировали на мерсе в итоге никаких улучшений не произошло вот сейчас проверим в нем ли была проблема и последний на сегодня феном все раскоксовки разлиты закроем поршни вот такими крышечками чтобы ничего не испарилось и оставим на несколько часов но все время вышло сейчас мы немного размешаем каждую и сделаем первый наглядный тест с помощью обычных бумажных полосок ремет действия 0 как сами видите он полностью прозрачный и бумажка совсем не потемнела 202 лавр что-то есть но он вроде бы изначально темный был листок как видите белый остался лавр 203 а вот тут реально что то есть причем нормально так как сами видите он значительно потемнел похоже реально что-то растворил и причем не слабо ладно идем дальше спектрол слабоватый оттенок и только у керосина то же самое гринол также светлый ну и у фенома все точно так же как будто везде керосин сейчас эти же раскоксовки мы нагреем примерно до 100 градусов и оставим еще на пару часов остывать пока у нас там работают раскоксовки покажу один интересный эксперимент если вы берете некачественные раскоксовки которые недостаточно растворяют шлам отделяют его частичками то может возникнуть следующее видите какие царапины остаются при воздействии алюминия со шламом то же самое будет с поршнем если вдруг в зону трения попадет какая-то крупная частичка все потому что этот шлам имеет твердую структуру и может работать как абразив поэтому к выбору раскоксовок нужно относиться очень ответственно итак все готово сейчас для наглядности мы перельем раскоксовки в пробирки и сравним их между собой получается та химия которая будет самая темная побеждает ну еще думаю чистоту поршня обязательно посмотрим ну вот все готово я сделал по-быстрому такую вот подставочку из картона чтобы разом взять все пробирки и оценить их прозрачность я так понимаю из семи работает только одна это лавра 203 остальные так себе мало мало потемнели и ладно но вот самый светлый вариант я думаю спектрол даже керосин лучше сработал не забывайте что каждый мой эксперимент вы можете провести самостоятельно это очень увлекательное занятие всем советую но сейчас попробуем убрать нагар с поршней гринол шлам не отделяется небольшое потемнение тряпочки и только а вот тут как раз происходит то о чем я говорил отделяются крупные частички это очень опасно для двигателя ремет тоже ничего не растворил 202 лавр по-моему также как и нет может им надо просто больше времени чтобы сработать но это мы тоже проверим а вот 203 лавры меня очень удивил шлам стал мягким и легко удаляется видим даже поршень стал чище интересно думаю стоит продолжить эксперименты с ним спектрол и тут хуже всех сработал ну и керосин в качестве раскоксовки совсем никудышный ну что ж сегодняшний эксперимент завершён но мы еще продолжим тест этих же жидкостей на двигателе ну а также сделаем с этими же поршнями но на более длительное время то есть на сутки оставим эти раскоксовки возможно время действия у каких-то отличается но это уже были следующих выпусках как применяются раскоксовки в двигателе я думаю все знают да и в принципе это написано на упаковках но если кому-то интересно то напишите в комментариях если будет много желающих то и эту тему мы следующих выпусках обязательно раскроем но на сегодня все спасибо за внимание кому было интересно видео не забудьте поставить палец вверх то еще не подписан на канал подписывайтесь чтобы не пропускать новые выпуски а также подписывайтесь на новый канал и там также будет много интересных видео которые не попадут на основной канал ну что жду вас в комментариях и все пока